Здравствуйте, уважаемые студенты! Разрешите представить вашему вниманию тему обучения персонала. В данной теме мы с вами рассмотрим два вопроса. Первый вопрос – это значение обучения кадров и ее виды. Второй вопрос – методы обучения кадров и их характеристики. Т.е. когда мы говорим с вами об управлении персоналом, мы всегда подразумеваем, что это и есть управление человеческими ресурсами организации. Т.е. управление персоналом – это формирование и развитие высококвалифицированного кадрового потенциала, человеческого потенциала, способного эффективно реализовать планы развития организации. Подготовка представляет собой обучение работников навыкам, позволяющим поднять производительность их труда. Т.е. обучение полезно и требуется в трех случаях. Т.е. когда служащего назначают на новую должность или поручают новую работу. Т.е. человек поступает в организацию. Т.е. проверка установит, что у человека не хватает определенных навыков для эффективного выполнения работы. Т.е. вообще само обучение включает в себя несколько видов. Т.е. водное обучение, производственное обучение, наблюдающее обучение, управленческое обучение и обучение должностных лиц. Т.е. различают четыре возможных метода обучения. Т.е. первый вид – это ученичество. Т.е. второй вид – это предварительное обучение. Третий вид – это обучение на рабочем месте. Т.е. четвертый – это обучение вне работы. Т.е. когда мы говорим об ученичестве, мы подразумеваем, что это период тренинга и обучения, включающий как формальное аудиторское обучение, так и практический тренинг на рабочем месте. Предварительное обучение. При этом методе учащиеся изучают дело в обстановке, имитирующие рабочую. Третий вид – это обучение на рабочем месте, один из вариантов подхода, так называемый инструкционный тренинг. И обучение вне работы, при этом методе обучения, занятия, проходят в классных комнатах или же в воскресных школах. Существуют основные стадии инструкционного тренинга. Первое – это перечень того, что вы должны сделать для того, чтобы быть готовым обучать работе. Второе – после этого вы можете начать обучение, последовательно выполняя следующие четыре ступени. Первое – подготовка обучаемого. Второе – обучение, которое включает в себя новые знания и приемы. Третье – это попытка выполнения. Четвертое – это наблюдение. Существует несколько подходов к реализации обучения на рабочем месте. Они не являются взаимозаключающими, но могут проводиться одновременно. Первый подход – это репетиторство и обслуживание. Второй подход – это переподготовка, то есть прохождение переходного периода. Третий подход – это переводы и ротации. Наиболее часто используемыми в практике США методами обучения вне работы являются первый метод – это метод обслуживания. Он является наиболее часто используемым подходом, при котором инструктор, прочитав лекцию, стремится включить слушателей в обсуждение изучаемого материала. Второй вид – это программное компьютерное обучение. Он является наиболее популярным методом производственного тренинга. Эта программа может быть представлена посредством дискеты, компьютера или же в формате текста. Третий вид – это программное обучение, то есть это способ обучения без инструктора человека. Здесь обучение проводится без присутствия и вмешательства преподавателя. Обучаемый учится сам. Здесь имеет место взаимодействие или же обратная связь между обучающимися и программой. При формах обучения, в зависимости от местонахождения обучаемого и обучающего, могут быть также различными. Первое – это очное обучение. При ученом обучении плюсами является наличие инфраструктуры, это может быть помещение, оборудование и методические материалы для обучения. Сюда входит обучение персонала в учреждении высшего профессионального образования или бизнес-школе, обучение персонала на территории компании. Вторая форма обучения – это дистанционное обучение. То есть преимуществом данного вида обучения является отсутствие необходимости организации, помещения и других моментов инфраструктуры обучения. В следующем слайде представлена модель систематического профессионального обучения персонала. То есть сюда входит определение потребностей обучения, формирование бюджета обучения, определение целей обучения, составление учебных планов и программ, реализация учебной программы и оценка эффективности обучения. Вкратце по данной теме у меня все. Спасибо за внимание.